Здравствуйте. Здравствуйте. Хороший. Хороший. Ну а ты пробовал уже? Видать, я уже хочу. Ну вот сын у меня инвалид, детство первой группы. У нас ДЦП. ДЦП плюс эпилепсия, значит, у нас начались проблемы с выходом на улицу, поскольку чистились приступы эпилепсии. Началось ожирение. Нам рекомендовали тренажер. И обратилась Таджибова Алла Викторовна. Она посмотрела там, значит, все эти, все бумаги. Мы не ей подходим, чтоб нам предоставили его. Она рекомендовала мне обратиться к нашему депутату Румянцеву Алексею Николаевичу. Мы обратились к Алексею Николаевичу. Нам помог. Безвозмездная благотворительная помощь. Подарок, так скажем, для Саши. Давай еще. 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 Давай. Упражнения. Поскольку мы ограничены с выходом на улицу, мы вот, ну вот, бывает, выходим, мы просто дойдем до хоккейной коробки, начинаются приступы, мы, значит, ели до дома. Все. Здесь мы в любое время можем заниматься физическими упражнениями. Физическая, она просто, сами знаете, что такое. Малоподвижный образ жизни. Ему просто это необходимо. Физические занятия. Польза еще какая. При нашем положении, вот как бы, со здоровьем, для нас это просто великолепно. Это просто великолепно. Занимается он с удовольствием. Тяжело, конечно, вес большой, но с удовольствием занимается. А вообще долго депутата выпрашивали своего? Депутата? Мгновенно среагировал. Депутат нас посещал практически каждую неделю. Потом решился этот вопрос в нашу пользу. Очень благодарна. А вы вообще ходили голосовать? Да, конечно. Во-первых, когда шла избирательная кампания, мы уже познакомились с Алексеем Николаевичем. Вы за него и голосовали? Да, естественно. Ну вот сейчас уже прошло сколько, почти чуть больше полугода. Сейчас уже. То оправдывает он надежды, как депутат? Конечно, оправдывает. Оправдывает на все сто процентов, даже выше. Во-первых, можно получить консультацию по любому вопросу. Я вот как бы тут немножко воюю с управляющей компанией. Человек тоже мне помогает, Алексей Николаевич. Вот. Сашу помог. Но я думаю, что если какие-то еще вопросы будут, то тоже будем решать с помощью Алексея Николаевича. Пускай сошелась. Такого депутата у нас не было. Те, которые предыдущие были, мы их даже в глаза не видели как бы. Даже перед избирательной компанией не общались. А здесь с самого начала все очень великолепно. Да. То есть ты рад этому? Да. 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 Хорошо, что без рекомендаций врача никаких там снарядов, ничего не будем покупать. Просто нам с ним заниматься не будем. Соответственно, вышел врач, она дал рекомендацию, дала конкретный снаряд. С этим снарядом мы достаточно очень долго, очень долго занимались. То есть искали его в интернете, оказывается, он уже и снят с производства. И мало того, он дефицит, то есть практически только под заказ. Стоимость там от 30 тысяч, в некоторых случаях попадались даже 60 тысяч. И параллельно встретился с Тамарой Николаевной. Спасибо большое ей. Почему? Потому что она тоже откликнулась на данную проблему. И она тоже искала, соответственно, в интернете тоже занималась этим вопросом. Но также мне помогали. О диалексе Садиков Дмитрий Владимирович. Моя супруга подключилась. То есть, в принципе, очень много людей занялись этим вопросом. То есть, и еще некоторые люди, которые, говорят, вот видели там-то, видели там-то. Соответственно, я Тамару Николаевне тоже высылал. Она тоже просматривала. Но получалось то, что этого снаряда просто-напросто в наличии нет. То есть, она уже потом решила, если не ошибаюсь, в Москве брать. И мне повезло, случайно увидел на одном из сайтов и съездил, взял машину, поехали. Понятно. А вы выступили спонсором? Мы общественная организация Ленинградской области родителей детей инвалидов Данка. Вот Алексей Николаевич меня нашел. Мы договорились и осуществили. То есть, совместное предприятие? Жаль, совместное. Здоровье и всегда быть счастливым и здоровым. Будет все хорошо получаться, на улице будет получаться намного легче. Человек просто на своем месте. Я вот сколько живу, у нас никогда не было таких депутатов, как Алексей Николаевич. Вы читали о нем, вот, там в интернете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!